Девушки отдыхают Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. 22 июля 1941 года фашистские самолеты начали бомбить столицу. А мы с вами выходим на одну из центральных улиц – Арбат. Театр Вахтангова 24 июля лишился своего дома. В него попала бомба. Не осталось ни зрительного зала, ни знаменитого желтого фойе с золотыми шторами и блестящим паркетом. Здание было разрушено. И погибли люди. Театр Вахтангова В первые дни войны сразу стало понятно, что абсолютно каждый москвич пытается и стремится попасть на фронт, чтобы бить врага и помочь нашим солдатам. 3 июля начинают формироваться дивизии народного ополчения. Из кого же они состояли? Да из добровольцев. А кто такие добровольцы? Добровольцы – это люди, которые по собственной воле идут на фронт бить врагов. Рабочие, служащие, директора школы учителя, строители, продавцы, актеры и музыканты, студенты и те, кто буквально месяц назад закончил школу, шли на фронт целыми классами. Приходили на вот такие призывные пункты. И вставали в такую большую очередь. И сами добровольно просились на фронт. В каждом районе Москвы был такой призывной пункт. Прямо по списку. Петров, Никитин. Минуту. Пополнение прибыло. Хотите Москву защищать? Похвально. А лет-то вам сколько? Руновато вам еще. Ваш фронт, учеба. Вот и воюйте на пятерки. Да, детей в армию не брали. Хотя бывали случаи, когда подростки специально говорили, что им уже есть 18, чтобы попасть на фронт. Как вы думаете, что было после того, как человек записывался на таком пункте? Думаете, его сразу отправляли воевать? Конечно, нет. Ведь некоторые не знали, как воевать, как драться, как кидать гранаты, как помочь товарищу, если его ранят. Знаете, сколько таких людей собиралось в Москве за полгода? Это целых 160 тысяч. Это как население небольшого города. Например, как же вы думаете, почему все люди так стремились на фронт? Да потому что обратите внимание на плакаты, которые висят в призывном пункте. Среди них есть один из очень известных плакатов военного времени. Называется «Родина-мать зовет». Все эти люди настолько любили свою родину, что готовы были отдать за нее свою жизнь. Хотя знали, что идут сражаться против очень сильного и страшного врага – нацистской Германии. Нацисты – это были люди, которые считали, что только они достойны жить на земле. И все других наций нужно истребить. А наши отважные бойцы, в том числе и эти добровольцы, дали им отпор, остановили врага. Про них написано очень много книг. Их именами названы улицы городов. И мы должны помнить их и их подвиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова